Всем привет, ребят! Сегодня будет сорт, который мне полюбился прям очень сильно. Это сразу же фаворит после Тюменского, если не вместе с ним, для меня лично. Я его кушаю уже каждый день на протяжении, наверное, месяца. И именно поэтому небольшое отступление от клин Туркестана. Их осталось около пяти сортов, наверное, мне вам показать. А это сорт Святик. Я не знаю, он мне безумно понравился, по причине того, что, во-первых, это глиномел, но к мелу он соотношение имеет больше, чем к глине. Примерно, как я и говорил, 80 на 20% примерно вот так. То есть 80% мела, 20% глины. И поэтому он более жирный, чем обычный жирный сорта у мела, потому что это глиномел все-таки, да? Но мне он сильно нравится, особенно мне нравится его кушать маленькими кусочками. Вкус у него... Просто бесподобный для меня. Вот этот сейчас полностью просушенный, имеет вкус именно из звездки. Вот как примерно взять, если белую гору... Или гору... То это прям в классическом понимании. Он ассоциируется прям с мелом, этот сорт. Он стандартный идет. Так и вот этот жирный мне очень нравится. Есть еще сорт горный. Они, в принципе, идентичны, только горный немножко, как октобея, глина. Он какой-то иногда странный приходит. А так они полностью, в принципе, одинаковые. Но зачастую, особенно в последнее время, горный приходит какой-то... Скрежище такой, песочный, не песочный. А вот это всегда как надо. Поэтому в последнее время заказываю именно Святик, Тюменский, Песчанку. Уральская вам полюбилась в огромных количествах. Почему я решил заснять ролик? Ну, что вчера я съел, наверное, около, не знаю, полкилограмма, килограмм точно вот этого сорта. Но при этом ролики не снимал. Вот или что, странно, надо заснять. Мне, кстати, еще повезло. Но у нас, как только 13-й песочный отопительный сезон включился, у нас сразу включили батареи. И теперь новинки или, допустим, сорта, которые у меня там либо только подступили, да, даже из старого ассортимента, я могу их быстро просушить, которые именно мне нужны. За буквально сутки-двое. Напишите в комментариях, какой ваш любимый сорт и почему. Для меня это святик. Он идет практически без вкраплений. Если есть, то они точечные. Никогда не помню, чтобы он каким-то песочным или другим приходил. Всегда вот приходит прям, какой нужен. Откусывается средне или ближе к легко. Крупинка держится тоже средне, либо мало. Но он очень-очень жирный. Для меня это все-таки именно ближе к мелу что-то. Даже не гриномелу. Хрустит он даже хорошо, я думаю. Ему еще бы чуть-чуть просохнуть нужно было. Кто часто спрашивает, плеваю я мелу для глотаю. Все ролики с описанием, подобные ролики идут без обрезок. Думаю, довольно все понятно. Следующий момент. По ссылкам в описании, кому интересно, вы можете подписаться во-первых, на этот канал, поставить лайк на данное видео, кому не сложно. Так будет сильно поддерживайте канал. Как сказал, напишите в комментариях, кому какой сорт мела нравится, или же глина мела, или вообще глины. И почему? По ссылке в описании, напоминаю, вы можете перейти и заказать более 150 сортов мела, около 20 глин, пеленые сорта. И сейчас проходит акция на Уральскую глину. Очень хорошая акция. Она практически по цене мела идет. Но опять же, тоже заходите. И розыгрыш в группе также продолжается. Вот опять же, причину не знаю, но крошки, в принципе, чем меньше кусочек, тем больше он мне нравится. Почему-то так. А еще из интересного на днях поступил тут Нгаш Тарас. Сейчас он находится на сушке. Я как только досниму все пять остальных Туркестанов, сразу перейду к нему. Просил долгий хруст в старом формате вот его. Просил долгий хруст вот он. Посмотрите, кстати, какой маркий, во-первых. А во-вторых, действительно, от прочего куска вкус какой-то другой. Хотя, маленькие кусочки я наколол от этого большого. когда маленький ешь, новая крошка, вот это все моменты вот эти прочувствуешь. Большого нет. за последние два дня я даже боюсь посчитать общий объем, сколько я съел этого сорта. по поводу формата роликов. Как вы смотрите на то, что, во-первых, у меня было вот сколько форматов я вот запись недавно делал. это три АСМРа, это колка, шипение, то есть замачивание, да, и АСМР сам хруст. И также одно описание было. То есть, четыре ролика раньше выходило по одному сорту. Но не у всех упилинных такого не было. Но в основном так, когда новые сорта появляются. Так вот, что вы скажете, если сейчас я вот, допустим, начал делать так, что АСМР, замачивание и колка в одном ролике идут, потом идет АСМР отдельно уже хруст и просто описание. Я думаю, еще больше сократить или оставить, допустим, так, или вообще по-старому сделать, как раньше было, четыре ролика делать. То это интересный момент. Напишите в комментариях свое мнение по поводу этого. А в мокром виде, кстати, у него открывается немножко сладковатость. На самом деле, у многих жирных сортов, мне кажется, такое есть. Но привкус все-таки глины в нем имеется. Хотел сначала сказать, хотя даже и скажу, что в сорте, допустим, подвисло или искушение, вот эти глиномелы, самые мощные глиномелы, в них отчетливо вот этот вкус чувствуется. Там, конечно, даже по свету понятно, что это глиномел. Здесь все-таки, как и сказал, ближе к мелу у вас идет, поэтому не так понятно, да. И такой момент важный. В последнее время подвисло и искушение всегда приходит с резким, очень сильным, как на вкус, так и на запах. Вкусом и запахом грибов. Для меня это вообще удивление. Прям ешь и ты чувствуешь грибы. Не знаю, может быть, какое-то место сейчас такое там идет на раскоп, когда, что вот это, ну вот это ощущение есть. Ведь это не одна поставка, это не от одного только поставщика, потому что искушение, да, и подвисло не приходят от разных поставщиков. Не знаю, но мне прям нравится этот момент. что по поводу самых твердых сортов сейчас в артементе, наверное, это такие одни из глиномелов, но глиномелы, они быстро уходят в кашу. А из самых твердых, если которые потом идут по хрусту долго, то это сейчас все-таки сорт тюменский. До этого это был стеклянный, но стеклянный очень давненько уже не приходит стеклянному. Он то придет каким-то глиномелом, он придет стандартно жирным сортом, либо он придет что-то ближе к октабель к день. Но давненько не было вот этой прям как я раньше называл, так галит и вот прям ешь, будто ты камень просто ешь, это асфальт откусываешь, я не знаю, как еще это назвать. Сейчас я сижу, думаю, в принципе, обычный хруст, какой-то момент, где-то какие-то рассказываю, да, и можно было бы даже прямой ферсен просто сделать. Но раз не эта мысль пришла уже на 14-й минуте ролика, думаю, не вариант. вот прям прям, самые крошки ешь, очень резкий запах и звезд вкус, вкус точнее. Я почему-то на прямой эфир. эфир. есть желание или вы хотели бы, чтобы я сделал прямой эфир, напишите об этом в комментариях и на днях я его постараюсь провести. Еще такой момент, пока забыл, можно покушать. В описании и в комментариях также с ссылками в группе ВКонтакте и Ватсап рядышком есть строчка моего Инстаграма. Кому интересно, тоже подписывайтесь. не забывайте про лайки. очень важно. Для меня, конечно, но тем не менее. Какой-то такой 15-минутный хруст получился. В общем, следующий у нас только из-танк плитки. Чем-то схож с коричневым, но есть разница. Полностью различаются как коричневые, так и плитки от серого. Для меня это, как я сказал, вообще кембрика просто. Поэтому капец, конечно, маки. Видите? Даже передними зубами легко откусить от большого куска. В общем, вот такие вот марки руки у меня стали. Зарядайте ссылки в описании. Ставьте лайки. Совсем скоро увидимся на Туркестане. на Туркестане. Субтитры сделал DimaTorzok